здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня обещанное мной видео ну судя по комментарии я предложила вы отреагировали лакшери рвань внизу изделия этого видео как оказалось нет действительно я проверяла не нашла я видео в ю тубе и мне писали подписчицы что нет такого мастер-класса поэтому спешу с вами поделиться вот смотрите я связала образец пробовала снизу отвязала я отсюда сюда то есть и при вязании снизу вверх и при вязании сверху вниз это все я сейчас с вами разберу все вам расскажу покажу все нюансы есть очень много нюансов которые надо учитывать вот как сделать ну понятное дело что вот такая вот очень красиво смотрится но это все у нас будет только до первой стирки ну хотя до первой стирки тоже можно походить с таким эффектом потом после стирки это будет вот такой вот эффект значит в этом видео я вам покажу как рвань эту делать снизу вверх как делать сверху вниз как делать как бы как корректировать величину вот этой вот протяжки то есть как сделать больше как сделать меньше в общем все нюансы которые я как бы в процессе моего вот этого пробного образца обнаружила я вам сейчас расскажу казалось бы что это просто но это не просто нет нет ну в принципе это просто но нужно много факторов учитывать я буду точно также вязать но маленький образец сначала покажу внизу как это делать если при вязании сверху вниз а далее покажу на второй половине образца как это делать сверху ну да когда при вязании сверху вниз значит петли я набирал обычным способом тут я думаю нет как бы разницы как вы набираете петли вот показывать пробовала видите образец я делала на английском пышной резинки пышную я вязала вот а показывать буду на лицевой глади я запутался кстати вот смотрите у меня что не зафиксировался вот этот вот ну давайте я вам покажу сам принцип а потом буду рассказывать как бы чтобы вы понимали как о чем я говорю здесь вы вяжете по узору вот смотрите вы вяжете основной узор так как вы задумали вот допустим два ряда резинкой да и либо там пять сантиметров резинка либо вот любой узор какой вы рассчитываете начинаете на полотне вот рассчитывайте по плотности вязания узорчик все подбираете и все это потом в процессе уже на этом узоре мы будем делать вот я сейчас провяжу два ряда и далее буду вам показывать так и при вязании снизу вверх мы сначала определяем ширину вот это его трава не своей да вот она ширина понятное дело что ширина если постирается ну как бы джемперочек то это все у нас опустится и будет висеть вот так вот таким вот образом поэтому когда вяжем снизу вверх определяем ширину вот я допустил вот так вот хочу считаю сколько раз два три 7 петель вот мне хочется чтобы внизу понятное дело что потом она будет сужаться так при вязании снизу вверх мы делаем накид и он уходит у нас в основное вязание цепляем маркер здесь у нас по центру 7 петель до помним я из них провязываю 2 вместе это раз два три 4 5 здесь 6 7 то есть вот наши 7 петель если вы хотите вы как бы высокий вот этот вот то вы вяжете допустим 8 рядов и начинаете сокращать выше если хотите узкий но высокий но об этом потом далее цепляем маркер делаем накид и уводим его в основное вязание давайте еще здесь так здесь я вижу до конца здесь я допустим сделаю по-другому поэтому сокращать я буду потом позже но весь принцип в том что мы при вязании снизу накид уводим в основное вязание а две вместе мы делаем в этом отделенном участке на который который у нас будет распускаться значит добавляем мы в основное вязание убавляем мы из этого участка который потом распустим поэтому я отделила маркерами чтобы вам было видно сейчас мы просто вяжем по узору накид мы ввязываем в узор если это полу патентная резинка то в резинку вот эти петли между маркерами которые мы потом распустим я вязала допустим лицевой гладью чтобы их отделить но и это меня не уберегло от того чтобы ошибиться поэтому настоятельно рекомендую делать отделять маркерами чтобы не было вот этого нюанса который получился случился у меня вот я думаю будет проще далее вот сейчас я сделаю вот эту вот маленькую такую малюсенькую значит что я делаю дальше накид переснимаю маркер накид у меня уходит в основное вязание здесь две вместе тут компенсировала этот накид лицевая 2 вместе и накид за маркером то есть у который уходит в основное вязание далее вяжем по узору точно также мы делаем их столько сколько нам нужно по краю да я показываю на одном как бы на 1 что сейчас покажу и вторую и снова в лицевом ряду накид здесь у нас смотрите осталось 3 петли я их провязываю как 3 петли то есть здесь у нас уже ушло в треугольник накид за маркером то же самое теперь смотрите вот если сделать узкую но высокую узкую высокую делаем вот таким вот образом часы здесь делаю так чтобы значит накид здесь должен быть маркер 2 вместе тут вы провязываете ну вот на какую ширину хотите да я допустим провяжу 2 петли и 2 вместе и накид здесь попробую сделать без маркера между накидами опять же это та часть которая будет распускаться но периодичность между вот этими закрытиями то есть если вы провяжите допустим у меня в этих вот высокие видите это здесь вот где-то в каждом десятом ряду я это делала поэтому она удлинилась вот этого часть если хотите вот такой вот то в каждом лицевом ряду в каждом четвертом лицевом ряду ну то есть через один лицевой ряд в общем этими сокращениями и накидами мы регулируем высоту если это делать допустим вот так вот часто как здесь то это будет такая коротенькая вот это вот не знаю как назвать распустяшка а если делать допустим в каждом десятом ряду она удлиниться что нам и нужно нам нужно нужны вот эти вот длинные да то есть вы высоту корректируете тем через сколько рядов вы делаете эти сокращения вот эту короткую смотрите мы сейчас заканчиваем что я здесь делал у нас уже между маркерами одна петля и нам ее именно эту петлю никакую не другую именно эту нужно спустить если вы не оденете маркер вы можете по ошибке спустить другую петлю кстати при вязании снизу эта ошибка практически не случается потому что мы ее видим а вот при вязании сверху у меня в двух случаях это случилось поэтому но это еще сыграла роль узор я запуталась вот поэтому я вам все эти мясо рассказы значит компенсируем эту петлю делаем накид а вот эту вот спускаем ну и маркеры уже можно убрать вот все здесь мы закончили вывязывать вот эту вот распустяшку мы ее распускаем либо мы ее распускаем сейчас либо мы ее распускаем после стирки либо после в эту вот чтобы была вот такая вот прямая распускаем ее сразу вот если хотите кудряшку то после в эту понятное дело что кудряшка у нас потеряется потом после стирки здесь видите я провязываю дальше на ту высоту которую хочу вот я допустим хочу еще пять сантиметров я провязала и только потом сделаю эти сокращения дали еще пять сантиметров провязала сделала сокращение то есть у нас будет высокая и узкая вот это вот распустяшка о господи как же ее назвать тарвань да тарванюшка так здесь аккуратно смотрим мы уже вяжем здесь ничего не делаем просто провязываем эти петли а так а здесь мы распускаем до конца и вот что у нас здесь получается смотрите вот это при наборе одна нить получается она стянута я ее что я с ней делала можно конечно ее оставить так тут такая у меня хлопковая пряжа что она не висит но это и не важно нужно оставить но я ее разрезала она будет удерживать форму вот я ее разрезала и здесь вот водила сюда и фиксировала так сначала можно это делать иглу если широкая здесь вот мало так и уводим это делать обязательно если разрезали то вот эти вот разрезанные короткие нити чтобы потом это у нас фальшивая до распустяшка чтобы у нас не случился натурал вот в общем сначала узелок либо иглой либо крючком а потом вводим обязательно вот этот узелок так что хочу еще и туда вязать высоту кстати что хочу сказать вот эти широкие мне не нравятся но это лично мое мнение мне нравятся узкие высокие вот эти вот полосы поэтому смотрите это тоже на ваше усмотрение кстати собираюсь маечку вязать уже купила хлопок так вот здесь вот смотрите когда вяжите без маркера накид смотрите обязательно должен уходить в основное вязание я делаю следующий накид 2 вместе и 2 вместе и накид вот у нас здесь осталось вот здесь вот просто показываю без маркера две петли пациента я говорю снизу она проще вязать а вот сверху там обязательно нужно маркер цеплять обязательно так здесь у нас кстати это я специально сделала вот эта часть у меня из нечетного количества внутри а здесь у меня четное количество петель внутри поэтому у нас остается 2 вот видите накид уходит в основное накид уходит в основное значит накид вот эти две центральные петли я провязываю вместе и 2 накид мы не делаем пока вот так теперь высоту мы вяжем 1 накид вот который компенсирует вот эти две вместе вяжем еще вверх сколько хотим то есть мы можем эту одну петлю увести вверх можем не уводить ну то есть провязать еще вот так вот либо уже спустите и сейчас я спущу в следующем лицевом ряду чтобы уже начать сверху вниз другие с этими понятно либо мы делаем маленькие которые у нас закончатся за пять рядов внизу вот из трех петель до буквально за два ряда вы это сделаете получится вот такие вот маленькие моллюски сверху кстати эти маленькие их использовать на горловине на рукаве вот маленькие а на самом джемпере вот эти вот побольше а эту малюшку из трех рядов ту из трех петель с 5 в общем начнете накид 2 вместе лицевая 2 вместе накид то есть 5 петель увести в этой и это за 5 ряду вы сделаете то есть ли 2 вместе лицевая 2 вместе следующем лицевом ряду 3 вместе и следующем лицевом ряду накид и эту спускаете то есть вот получится вот такая вот маленькая если непонятно девчонки я могу вот эти схемки нарисовать потом вам сообщество выложить со схемами но я думаю тут просто схемы бесполезны потому что нам же нужно разные вот не может быть конкретной схемы потому что может быть плотность вязания разное может быть узор разные все может ширина разная которую вы хотите вот у каждого свои предпочтения здесь вот смотрите вот где у меня было две вместе вот она эта петля я делаю накид и спускаю эту петлю то что я говорила очень важно спустить правильную петлю вот а здесь ухожу уже либо просто ее спускаю и не распускать следующие петли которые я распущу потом после этого чтобы у меня получились кудряшки и сейчас будем вязать сверху вниз я провяжу этот ряд и изнаночной и мы с вами начнем сверху вниз ближе к осени обязательно свяжем джемпер свитер сверху вниз горловиной вот типа водолазки ну такой классический джемперок с этой рванюшкой обязательно такой чтобы как мы любим чтобы не высчитывать разные сверху ну чтобы на любой размер можно было приспособить что интересно или японское плечо может быть сделаем вариант женский с японским плечом или вот эту вот как она называется не японская что-то куко стиль или как и уже им вязала в общем посмотрим девчонки что там и интересненького сделаем так и так далее сверху вниз что мы делаем теперь у нас наоборот девчонки теперь у нас накид находится там где будет распускаться а 2 вместе у нас находятся в основном полотне то есть убираем мы из основного полотна ты вместе цепляем маркер здесь у нас накид и поехали накид и цепляем второй маркер и вяжем то есть 2 вместе мы сделали один раз потому что начать мы не можем как бы здесь мы обязаны начинать с одной петли вот я сейчас провяжу допустим шесть рядов да сейчас я вот сделала и вяжу 6 рядов смотрите я провязала 5 рядов еще теперь сокращение я делаю до маркера то есть я иду дальше так маркер одеваю накид у меня внутри у меня одна петля которая образовалась из этого накида я делаю накид провязываю эту петлю делаю следующий накид и 2 вместе провязываю из основного полотна за маркером то есть распускаться теперь будет 3 петли вот еще провяжу допустим 6 рядов до сделаю высокую и так провязала еще я 6 рядов и сейчас либо вы как хотите да я наверное оставлю вот так вот 3 петли пусть будет вяжу еще дальше но сейчас хочу сделать еще маленькую чтобы вы понимали в общем вот такой вот манюшку для нее я тоже делаю сейчас я попробую без маркера накид 2 вместе давайте дальше чтобы она не была у этого накид 2 вместе так здесь смотрите я сразу делаю 2 вместе накид лицевая накид вот центральная лицевая то которая будет распускаться и здесь 2 вместе вместе 2 вместе между ними 3 петли вот в конце еще два ряда я бы рекомендовала провязать вот так вот просто ровно чтобы не было как бы две нитки не висела одинокими даже ну то есть не сокращать а именно как бы вот так вот оставить чтобы не было вот так вот да видите а было вот так ну то есть их больше ниточек было на одном уровне так теперь закрытие петель вот сам очень важный процесс значит что мы делаем там где у нас основное полотно мы закрываем тем способом которые вы хотите вот либо не знаю там узору или как ровно до того момента где у нас находится маркер здесь мы не обрезаем и заканчиваем вот это вот наше закрытие петель далее эти петли смотрите обязательно на каждую петлю должен быть свой накид девчонки это очень важно потому что я здесь разделяла таким вот образом что вязала чулочная гладью вот эту вот часть как бы и захватила одну видите нить лишнюю вот эти вот нормально у меня все видите они соответствуют а здесь у меня даже не одна вот видите у меня ушло туда то есть я распустила отсюда петлю поэтому это очень важно поэтому рекомендую вот эти вот маркеры использовать все таки и распускать чтобы не захватить потому что это все это ну конечно можно будет прихватить эту петлю здесь но лучше этого не делать здесь я оставляю нужное количество чтобы эту нить потом закрепить закрываю эти петли сейчас покажу там где нет маркера но я же говорю лучше его использовать чтобы исключить риски так здесь смотрим вот они одна петра есть накид на нее 2 петра есть накид 3 есть мы спускаем эти три петли здесь я заканчиваю закрываю оставшиеся петли то есть каждый раз на каждую вот эту рвань у вас будет это нить другого способа пока нет не вижу пока только так каждую нить нужно будет закрепить обязательно чтобы там не образовалось рвание вот уже не нужная нам чтобы это рвань у нас которая есть когда чтобы она у нас была фиксированной и не распускалась ничего дальше это очень важно так есть и я здесь я уже делала иглой потому что здесь есть возможность оставить больше ниточки конечно же это не экономно но это намного удобнее вот я брала иглу здесь узел обязательно так и с изнанки вы ее уводите на изнаночную сторону и потом там обрезаете таким вот образом и так все ниточки нужно обязательно увести и вот видите здесь у меня дальше все ничего не распустится так как здесь то есть то на каждую распущенную петлю должен быть накид здесь на каждую распущенную петлю должно быть 2 вместе потому что она накид уходит в основное вязание здесь вот видите только те петли которые из накида вывязаны мы распускаем ни одной петли из основного вязания только из накида то есть дополнительные петли ну вот в этой кстати видите в хлопке не очень-то красиво выглядит но сам принцип я рассказал высоту вы регулируете вот этими рядами да я думаю вы поняли которые вы вяжете между вот этим вот накидами то есть один я сделала 6 рядов провязала здесь и 10 здесь вот хорошо видно видите вот сколько я здесь как бы сделала а здесь у меня пошло ровно 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 и вот такая вот штучка у меня получилось здесь тоже вот отсюда прям здесь видите где-то в десятом ряду я делала это это сверху вниз то есть я здесь накид у меня уходил сюда здесь я сокращала вот я сделала этот скос сокращение здесь где-то в каждом восьмом а далее вязала ровно и в такая вот штучка у меня получила здесь я в каждом шестом ряду делала это все дело получается вот такая вот расширенная это чаще делаются эти сокращения вот так вот плавно это реже здесь вот делала делала здесь вот хорошо видно сократили провязала больше потом сокращал ну в общем играйтесь выводите на ту как бы высоту которую вам нужно вот конкретная схемы здесь существовать не может как я вам уже говорила вот единственное когда я свяжу свитер или майку и уже конкретно для этой модели для этой пряжи я сделаю расчеты скольки петель на какую высоту тогда да тогда можно это сделать ну а так предварительно то понятное дело что схемы не нарисуешь в принципе это все на сегодня девчонки с вами я с вами прощаюсь с вами была века и школа рукоделия всем пока пока